Россия вызвала в Министерство иностранных дел посла Армении на жесткий разговор за последние шаги Еревана, которые Россия считает недружественными. Эти шаги – запуск, процесс, ратификация Римского статута Международного уголовного суда, поездка в Киев, супруги премьер-министра, передача ею ГУМ помощи Украине, проведение военных учений с участием США, а также в Министерстве иностранных дел России заметили в Армении колебания относительно дальнейшего участия в организации договора коллективной безопасности. При этом в МИД РФ выразили надежду, что Россия и Армения останутся и остаются союзниками. О союзных отношениях, насколько они крепки и ждать ли разрыва между Москвой и Ереваном, а также все эти недружественные, по мнению Москвы, шаги, их подтекст и последствия, обсудим далее. Марат Акопян, политический обозреватель, к нам присоединяется. Марат, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем с визита жены премьер-министра Армении в Киев. Это был первый визит ее. Она впервые привезла гуманитарную помощь и впервые, в принципе, это была гуманитарная помощь от Армении для Украины со времени полномасштабного вторжения России в Украину. О чем этот визит говорит и это первая помощь? Есть ли какие-то тут политические подтексты? Да, это долгожданный визит, особенно те части, которые она посетила, Бучу, там, где российские оккупанты совершили геноцид и армянский народ, как переживший геноцид. Это было очень символично, особенно для армян Украины. Я думаю, что в Армении со временем уже все больше узнают о конфликте в Украине, потому что мы знаем очень большой натиск российской пропаганды. Они пытаются повлиять и как на население Армении, и как на мировую армянскую диаспору, что мы, конкретно Армяне и Украине, делаем все, чтобы везде узнавали про войну в Украине, правду. И для нас особенно важно было, что супруга Пашиняна посетила Бучу, посетила мемориал детей и жертв этой войны. И особенно было важно, когда она использовала слово «война». Мы знаем, что в постсоветских странах этого слова избегают многие элиты. В принципе, все, что мы хотели во время этого визита, это все произошло, и мы этому очень рады. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян уже заявлял, что страна не союзник Российской Федерации в войне против Украины, но и союзником Украины Армения не была. Могло ли что-то поменяться? Ну, все зависит в дальнейшем от нашей украинской дипломации, потому что многие годы она была в иной парадигме. Мне кажется, особенно после войны, после победы над Россией, роль Украины уже сейчас изменилась. Просто не все это ощущают, даже не все наши политические элиты, скажем так, потому что на Украину стали смотреть иначе. Украина со временем, конечно же, может стать лидером постсоветского пространства, именно справедливым лидером. Особенно, знаете, мы когда в частых беседах с нашими коллегами из той же Армении обращаем внимание, что именно на украинскую сторону было очень много направлено негатива российской пропагандой, потому что они чувствуют конкуренцию и чувствуют уязвимость, потому что идеальности Россия, московский режим не может конкурировать с Украиной, потому что в Украине демократия, в Армении тоже демократия, обе страны являются, скажем, участниками форума Байдена, форума демократии. Украина экономически очень интересна, в Украине древние исторические связи с Арменией. У России ничего этого нет, там самая древняя история где-то до 300 лет с Арменией. Очень интересная связь и очень светлая страница. В Армении начали совместные учения с США, они сами по себе не очень масштабные, там 75 американских военных и 175 армянских, но многие увидели в этих, многие эксперты, я имею в виду, многие увидели в этих учениях некий политический жест, мол, Армения больше не полагается на Россию, не считает ее главным гарантом своей безопасности, ищет варианты. Так ли это? Ранее и сам Пашинян называл стратегической ошибкой, то, что Армения в вопросах безопасности полагалась исключительно на Москву. Да, мнения экспертов, конечно же, не беспочвенно, потому что именно перед, накануне, можно сказать, начало этих учений, сам Пашинян заговорил о теме диверсификации и архитектуры безопасности Армении, которая, как он выразился, ошибочно была устроена только в одном направлении, он назвал 99,9% это было связано с Россией, что предыдущие, это колоссальная ошибка предыдущих властей, которые сегодняшним властям приходится как-то лавируя и постепенно уходить от этого. Мы все знаем все риски, которые связаны с Россией, тот же факт, который вы перед началом нашего разговора объявили, что вызвали посла. На самом деле Армения ничего такого не делала, что могло бы затронуть интересы третьей страны. Просто у третьей страны, конкретно у России, есть паранойя, у них есть желание диктовать всем свою волю. То, что Армения ратифицирует римский статут, так это и в ее личных интересах. То есть никакая Россия, скажем так, в этом контексте не учитывалась, потому что этот процесс начался давно. А то, что это сейчас касается России, ну это же проблема России. То, что Армения проводит учения с США, так они раньше регулярными были до того момента, пока, грубо говоря, не затащили Армению в Евразийский союз. Мы помним, что и Армения, и Украина должны были одновременно стать членами Евросоюза и ассоциацию подписать с Евросоюзом в перспективе начленства. Но мы помним, что произошло в 2013 году в Армении, помним, что произошло в Украине. То есть Россия постоянно пытается диктовать, если тут в Украине дело дошло до горячего конфликта, в Армении пока еще идет гибридный конфликт, но все больше обостряется. В Российской Федерации уже заявили, что хотят разобраться, почему Армения проводит учения не с ОДКБ, а с США. Песков заявил, что Москва попытается это осмыслить и понять, но при этом, по словам Пескова, Российская Федерация остается союзником Армении. Как бы вы оценили такую реакцию и в целом это такое союзничество, кому выгоднее, Армении или Российской Федерации? Но мы знаем, что у России нет союзников. У России есть вассалы или же враги. Чтобы не чувствовать себя вассалом, нужно вести самостоятельную политику. И то, что сейчас на границе Армении стоит наблюдательная миссия Евросоюза, причем гражданская миссия, которая тоже в свое время привела к бешенству российского политикума, российской пропаганды. Стоят именно наблюдатели Евросоюза, чтобы не допустить новой войны. И сейчас, это Запад. И сейчас, когда США проводят учения, хотя это достаточно мирные, там миротворцев будут, скажем так, учения проходят в миротворческом контексте. И это абсолютно не связано ни с какой третьей страной. Просто символично было, что и в Украине, и в Армении учения начались в один день. Естественно, в России понимают, принимают этот месседж. Хотя и Пентагон смягчает говорить, что это не направлено против третьих стран. И, кстати, накануне Ибхашинян в своем интервью заявил, что это никак не связано с третьими странами, что это обычное учение. Но, скажем так, таких обычных учений с 2012 года в Армении не было. А вот сейчас эти обычные, назовем их так, они опять начались. То есть Армения начинает постепенно возвращаться на свой истинный путь, который он должен был быть еще 30 лет назад. Но из-за того, что старые элиты больше играли на руку Москве, этого не происходило. Точно так же отношения с Украиной и с другими постсоветскими странами, да и отношения с Западом в основном были заморожены, можно так сказать, или взяты в определенные рамки из-за Москвы. О перспективах Армении в ОДКБ. Страна отозвала своего представителя из организации Аране. Секретарь Совета Безопасности Армении заявил, что нахождение страны в организации договора коллективной безопасности создает определенные проблемы для армянского государства. Какие это проблемы и может ли Армения вообще выйти из ОДКБ? Я думаю, в перспективе Армения обязательно должна это сделать. А то, что проблемы создают, они колоссальные. То есть там не только в ОДКБ, там еще и двусторонние договора с Россией, которые буквально связывают по рукам и ногам армянский суверенитет, потому что Армения даже не могла купить определенную номенклатуру оружия без согласования с Россией или с ОДКБ. От этого нужно, вот, экзистенциально, нужно избавиться от этого, потому что это реально очень большая угроза для суверенитета Армении. И Армения шаг за шагом осторожна. Видим, что есть и фидбэк от Запада, что Запад помогает в этом Армении, чтобы пока что не обостряя выйти из этой ситуации, потому что Россия, когда поймет, что все, скажем так, инструменты исчерпаны, она обязательно пойдет на эскалацию нового конфликта на Южном Кавказе. Армения решила ратифицировать римский статут, на основе которого работает Международный уголовный суд, от которого, напомню, у Путина есть ордер на арест. И если Армения римский статут ратифицирует, то будет вынуждена арестовать Путина, если Путин вдруг в Армению соберется. Почему Ереван взялся за эту ратификацию сейчас, и как вы думаете, доведут ли дело до конца? Мне бы очень хотелось, чтобы это довели до конца, потому что если они не доведут до конца, это будет означать, что Россия своим нажимом чего-то добилась. Поэтому у Армении свои причины, особенно идти по этому пути, потому что там, вы знаете, обострение с Азербайджаном, вопросы в Нагорном Карабахе. То есть то, что было инициировано именно принятие римского статута, изначально это никак не было связано с тем, что вот той ситуацией, которой сейчас оказался лично диктатор, оккупант Путин. Поэтому то, что сейчас это вместе произойдет, это в любом случае в пользу Армении. Армения защищает свои интересы, как суверенная страна, которая должна защищать свои территории и своих граждан. То, что не нравится, это России. России много чего не нравится, но им уже пора привыкнуть к новой роли, что они на этом пространстве уже особо ничего диктовать не могут, потому что украинские вооруженные силы ставят их на место ежедневно. Ну и хочется узнать ваше видение, вот перспектив Армении в контексте отношений с Москвой. Реален ли разрыв с Россией? Чего хочет Пашинян? Это его реальные цели дистанцироваться от Кремля или это какое-то некого рода заигрывание. Готова ли, в принципе, Армения, как таковая, вырваться из-под влияния Российской Федерации и переориентироваться на Запад? Вы знаете, как демократическое общество. В Армении, как и в немногих странах постсоветского пространства, меняется власть демократическим путем. То есть армянские элиты, армянское общество настроено на возвращение на свой истинный путь, свою цивилизацию, то есть Западную. Армения, как древняя христианская страна, имеет своих природных, естественных союзников. Кстати, они в основном совпадают с Украиной. Это западная страна, это наша цивилизация общая. То, что Россия сделала с Арменией, она оторвала ее от этого всего. Естественно, по мере своих возможностей, чтобы не допустить, скажем так, эскалации и тяжелых последствий для Армении, с помощью Запада Армения может это сделать. Но для этого нужна твердая политическая воля армянского руководства, которой мы пока что наблюдаем тенденцию, но я бы не сказал, что это вот... Не знаю, я боюсь сказать, что это окончательно. Я бы очень хотел, чтобы это было окончательно, но будем надеяться, что они твердо будут стоять на своем, потому что это естественно, то есть они защищают свои интересы. Марат, спасибо вам большое. С Маратом Акопианом говорили об имперских претензиях России к Армении и о желании Еревана ратифицировать римский статут. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного.